МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 511-9966 или по бесплатному номеру для регионов 8800-532-55. Возникнут вопросы или какие-то мнения. Звоните по телефону, они будут указаны в титрах. А обсуждать тему мы будем с нашим гостем. Сегодня это социальный психолог, кандидат психологических наук, доцент, автор более 150 научных работ и публицистических статей Инна Городецкая. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте сначала начнем вот так в общем, потому что там очень много моментов, на которые мы хотим обратить внимание. Но если вот так в общих чертах сказать, почему люди идут на всевозможные тренинги? Потому что буквально это уже не первый год, но люди продолжают, продолжают идти. И мы видим, как это все распространено и по-прежнему популярно. Почему все вот так активно идут на эти тренинги? Ну, вообще, если что-то происходит, и происходит в виде такого масштабного тренда, у этого обычно бывает, конечно, несколько причин. И в данном случае причин много. Например, мода на обучение. Эта мода на обучение возникла не вчера. Она очень усилилась во время пандемии, когда все сидели дома. И онлайн-курсы различные, тренинговые программы стали очень популярны. И это было в определенной степени способом справиться со стрессом, который тогда был, справиться с неопределенностью. И, в принципе, учиться – это же здорово. Поэтому тренд возник, и тренд был неплохой. Но, как всегда, к тренду присоединяется, кроме очень много чего хорошего, присоединяется и всякое дополнительное, не очень хорошие элементы, так скажем. Во-вторых, вера в успешный успех, она, наверное, неискоренима. И тоже, в общем-то, родилась не вчера. Мы помним Буратину, с его поля чудес в стране дураков. И закопать монетку, чтобы выросло большое дерево – это такой какой-то очень старинный древний архетип, видимо, который работает. Да, и продолжает работать. И, видимо, к сожалению, будет работать, несмотря на просвещение и ошибки, которые люди набивают. Потому что мы знаем историю о том, что люди, один раз обжегшись на подобных аферах, они продолжают в это вступать. То есть причин всегда бывает несколько. Причин много. Ну, мы как раз поговорим тоже о том, почему действительно люди еще раз входят в эту же реку дважды. Но вот действительно хочу отметить, что есть разные системы тренингов и курсов. То есть действительно можно чему-то обучиться, в том числе и онлайн, и получить действительно какие-то полезные знания. Но вот на фоне этого, как вы уже сказали, много и других смежных каких-то таких явлений, не всегда хороших. Но вот есть еще такой момент, что люди не просто ведь готовы тратить на это деньги и вкладываться в это, а готовы тратить последние деньги. Люди влезают в кредиты. То есть это особенно, ну, не просто там получить какое-то обучение, там курсы маникюра, психолога или еще чего-то. Люди вот именно на вот эти успешные, успешные, курсы успешного успеха тратят большие деньги и влезают в кредиты. Почему настолько вот люди верят во все это? Здесь, конечно же, играет роль определенные техники манипуляции, которые связаны с тем, что вера в чудо, она тоже, она архетипически заложена в человеке. И тут можно сказать, что, конечно, с одной стороны, есть некая аудитория вот этих тренингов успешного успеха, которая наиболее уязвима. И это самые такие незащищенные слои населения, что может быть связано с их травматизацией, допустим. То есть у человека так плохо в жизни, что ему очень хочется схватиться за спасательный круг и кажется, что те обещания, которые они читают в социальных сетях или где-то слышат, это тот самый спасательный круг. Есть те люди, которые просто не очень образованы. И есть такое понятие – когнитивная простота. Ну, то есть вот Буратино, да, он же, в общем-то, был, как он Мальвине говорил, да, кто вас воспитывал, когда папа Карл воспитывал, а когда и никто. Вот в этом случае, конечно, Буратино явно уязвимая фигура для подобного рода манипуляций. Но я хочу это подчеркнуть, совершенно не обязательно человек, который попался на удочку мошенников, манипуляторов, обманщиков подобного рода, это обязательно человек необразованный. Уязвимости есть у каждого. И опытные манипуляторы очень хорошо могут вычислить эти уязвимости. Например, если человек, ну, допустим, тяжело болен, а ему обещают, врачи вот ему ничего не обещают и ничего не могут гарантировать, а здесь ему обещают... Как ответ в веру в чудо, как раз возможность решения. Совершенно верно. При отсутствии других способов решения. Он отчаялся получить где-то помощь или эта помощь не гарантирована. А здесь есть гарантия. Ему обещают, ему показывают... Но опять же условная гарантия, которая на слова. Конечно. Реально исцелившихся в кавычках людей, мы не знаем, кто эти люди. Эти люди могут быть актерами, они могут быть вообще подставными фигурами. Но он их видит, он им верит. И здесь действительно есть вероятность того, что человек просто отдаст последние деньги мошенникам просто потому, что у него нет другой веры. То есть это не факт, что нет другого решения. Момент в том, что у этого человека нет, он не видит других вариантов. И кроме того, то решение, которое предлагают ему вот эти курсы курсы или тренинги, это решение очень простое. Вот ты просто приди, и завтра у тебя все получится. Потому что... Кричем в основном, что все получится. Все получится. А что все, тоже непонятно. Это тоже отдельная, кстати говоря, история. Вот чем отличаются реальные обучения или, например, реальная работа с психологом, она всегда очень конкретна. И там цель определена предельно точно. А в подобного рода тренингах чаще всего цель очень размыта. Вот что такое успешный успех? Никто же не знает, да? Красивое словосочетание. Очень красивое. И каждый из нас вложит что-то свое. Благоденствие, процветание, счастье. Это все максимально абстрактные, размытые понятия. И таким образом, обещая успешный успех, нам не обещают ничего. А если я пойду к психологу или к врачу или к какому-то другому эксперту, то там мы будем работать над какой-то конкретной, очень определенной проблемой. И именно работать. И это займет время, это займет эмоциональный, духовный какой-то ресурс. Ну, было бы странно, если бы врач действительно сказал, вот вам будет здоровое здоровье. Вот вам будет здоровое здоровье, вот вам таблетка от всего. И посмотрите на 15 человек в этом зале, они уже выпили эту таблетку, и они, посмотрите, они будут жить вечно. То есть ни один врач так не скажет. И психологи тоже. Почему психологи могут выглядеть иногда занудами? Сама психолог, я знаю, что так бывает, потому что мы начинаем конкретизировать, мы начинаем, работая с человеком, мы предполагаем, что этот человек будет идти сам в свой путь трансформации. Ну, это же сложно, это так долго. Конечно, это сложно. Дайте мне спокойное спокойствие. Дайте мне спокойно долго. Именно, именно. Поэтому, конечно, простые решения в данном случае выигрывают перед теми, кто предлагает работать. А вот еще есть такой момент, как во всех этих условных манипуляциях и вовлечениях работает обилие новых терминов умных слов. То есть человек приходит, он слышит, что нужно отправить запрос во Вселенную, визуализировать, быть в потоке, быть в ресурсе. Сейчас эти слова знают люди, которым даже это вообще было неинтересно, потому что они вот звучат, но кто-то вот даже не знал, сейчас услышал с экрана. То есть вот насколько это все влияет, человек что-то не понял, но думает, ну, это же что-то, наверное, на умном. Да, это именно на умном языке. Причем иногда используется действительно научная какая-то терминология, которая перемешивается с потоком и ресурсом. И все это создает ощущение того, что тот человек, который использует эти термины, это эксперт. Такая иллюзия экспертности. Если я говорю очень много умных слов, то, наверное, я умный. Если у меня много подписчиков в социальных сетях, то, наверное, я говорю дело, наверное, я умный. И вам нужно за это заплатить? Безусловно, безусловно. Поэтому, конечно, да, вы правы, это влияет. Обычно люди, которые манипулируют сознанием других, это я как социальный психолог могу сказать, это прекрасные ораторы. Это люди, которые обладают большим словарным запасом. И этим словесным потоком они действительно могут просто подавить обычного слушателя, человека. Но это еще такой есть момент, что часто вот эти курсы, и это, по сути, подборка общедоступных очевидных фактов. То есть если человек с критическим мышлением какой-то слушает, он будет, ну это же всем очевидно, просто в новой упаковке рассчитан на массовую аудиторию. Почему все равно в это верят и считают экспертным мнением? Вот тут ключевой такой момент вы обозначили, критическое мышление. Критическое мышление включается не всегда. И обычно, если человек испытывает какие-то сильные эмоции, критическое мышление, даже если оно есть, а оно, безусловно, есть у многих людей, у большинства, оно просто уходит на второй план. Иногда у нас просто нет времени одновременно и испытывать эмоции, и критически анализировать информацию. И поэтому задачей манипулятора является ввергнуть человека в определенное эмоциональное состояние. Например, в стресс, например, в ощущение неопределенности. Вот когда я, допустим, слышу очень много умных слов, и я в какой-то момент теряю нить разговора, мне становится некомфортно, и в этот момент критика снижается, потому что другие эмоции выходят на передний план. И именно в этот момент я принимаю решение. Поэтому здесь есть общее правило, которое работает всегда и везде. Оно, кстати, работает не только в разговоре с манипуляторами, но и в любой конфликтной ситуации никаких решений не принимать под воздействием эмоций. Всегда есть возможность вдохнуть-выдохнуть, попросить время, обдумать. И вот когда у меня появляется это время, в этот момент критическое мышление, если оно у меня есть, оно есть у большинства из нас, оно все-таки приходит на помощь. А как понять, что вот эти эмоции все-таки уже отошли на второй план? Потому что тебе кажется, что, ну да, сейчас я уже мыслю критически, все, уже от эмоций отошел, а на самом деле еще что-то там бурлит так. Ну, для этого очень хорошо иметь контакт с самим собой. Вот тут очень интересный вообще момент вы затронули. Многие из нас ведь не в контакте с собой. Иногда даже к врачу человек приходит, и когда врач спрашивает, а что у вас болит? Ну, где-то там что-то. Где-то там что-то там, да. То есть легче показать бумажку, которую предыдущий врач написал. А вот, посмотрите, тут все написано. Потому что даже боль свою как-то локализовать не всегда и не у всех получается. Если уходить в психологию, то мы не всегда находимся в контакте либо с внешней средой, либо со своим телом. Иногда человек просто занимается мыслительными играми, то есть перебирает в своей голове какие-то цепочки мыслей, которые как бы уводят нас от контакта с настоящим, с ощущением здесь и сейчас. И что сделать, чтобы понять, что я в контакте с собой? Да, просто вот оглянуться вокруг, посмотреть, какие объекты я вижу вокруг себя. То есть тут нет никакого волшебства. Вот пересчитать стулья, которые стоят в этой комнате, вдохнуть и выдохнуть, подышать, сконцентрироваться на своем дыхании, а потом понять. Так, вот, это я, мне сейчас предлагают следующее решение, очень легкое решение моих проблем, могу ли я этому доверять. То есть после того, как я чувствую себя, чувствую свое тело, я могу сказать, это мои эмоции или это навязанные мне эмоции. А вот если как раз говорить о том, что звучат вроде бы прописанные истины во многих тренингах, почему вот бывает, что человеку условно говорят, вот для того, чтобы у тебя получилось в этом бизнесе, ты должен сделать вот это, вот это и вот это. Вроде бы там какие-то простые схемы, но человек не слушает. Но там появляется какой-то эксперт, может псевдоэксперт, и говорит, для того, чтобы тебе зарабатывать больше, ты должен поверить в то, что ты сможешь зарабатывать больше. Ты должен трудиться, зарабатывать больше, зарабатывать больше, зарабатывать столько-то. И все одно и то же повторяет. Но человек вот не вот этим каким-то здравым мыслям, а вот потому, что вот для него он выглядит более экспертным. То есть это, в принципе, и может и с детьми работать. То есть когда нам один человек что-то говорит, родители дома сказали, что мы не послушали, а кто-то там из друзей сказал, то же самое буквально, послушали. То есть как раз бывает, что вот коучи и тренеры, так называемые, они вот пользуются вот этим моментом, сначала создают себе какой-то авторитет, а потом все, что угодно, могут впихнуть, условно говоря. Это социально-психологический феномен, о котором, наверное, знает любой студент. Когда на первом курсе ты работаешь на зачетку, да, а потом зачетка работает на себя. Вот в создании иллюзии экспертности, я еще раз хочу обратить внимание, что есть действительно очень хорошие, качественные и обучающие программы. И тренеры хорошие есть, то есть не любой тренинг – это иллюзия, это воздушный пузырь. Да, об этом мы тоже вначале говорили. Да, но вот эти иллюзорные эксперты, они как раз очень много работают над, например, прогревом аудитории. А что такое прогрев аудитории? Создание определенного ореола значимости. Это может быть ореол в социальных сетях. Мы все знаем эти инструменты. Это подписчики, это лайки, это создание такой очень успешной картинки. Я на фоне яхты, да. Эти вещи, которые уже набили оскомину, наверное, о них уже говорят, и это стало сюжетом и мемов, и анекдотов, но это продолжает работать. И вот создание успешной картинки, большое количество подписчиков, большое количество каких-то регалий, каких-то непонятных академий, сообществ, которые, может быть, только вчера создались, и я могу стать академиком самой главной академии. Тем более половину никто и не проверит даже. Если никто не полезет проверять, что-то там написано. Конечно, это тоже отдельная история, что нивелируется значимость действительно дипломов, каких-то лицензий, сертификатов. Они могут просто быть, и сегодня в фотошопе ты можешь создать очень красивый сертификат. И все это работает на ту самую экспертность. И понятно, что одно дело, это говорит какой-то близкий человек, эти знания могут просто обесцениваться. А если об этом говорит человек, у которого есть надутый вот этот вот пузырь, иллюзии экспертности, эти знания приобретают вес. И действительно, многие тренинги успешного успеха, в принципе, построены на очень банальных вещах. И об этих вещах можно, просто загуглив, узнать через 15 минут. Они есть все в свободном доступе. И, например, модель постановки целей, она есть, ее можно прочитать, ее просто можно загуглить, как правильно ставить цели. И вот совершенно бесплатно выйдет информация, которую за большие деньги люди покупают. Ну это надо сидеть, читать, а тут вот все так красиво, какой вот успешный человек мне все это расскажет. Одно дело, здесь кто-то в интернете неизвестно, хотя это, может быть, тот же самый человек и написал, а другое дело со сцены. Но можно ли вот сказать, что вот мы говорим, что это не давно существует, что это вот так неизбежно и будет, что в любом случае найдутся люди, которые поверят и будут идти на эти курсы, на тренинги. Или просто вопрос в том, каким будет количество этих людей? Конечно, с одной стороны, вот как я уже говорила, когда была книжка про Пиноккио написана, очень давно. И тогда люди верили в чудо, причем в быстрое чудо. Чудеса случаются, но это чудеса, которые мы делаем своими руками. В данном случае, конечно, вера в чудо, она, наверное, всегда будет толкать людей на опрометчивые поступки, но, однако же, это вовсе не значит, что мы ничего не должны с этим делать. Наша с вами сегодняшняя встреча, это, в общем-то, мне очень хочется верить, кирпичик в то, чтобы мы все начали вспоминать о своем критическом мышлении, потому что мы все живем в век информации. Информации сегодня настолько много, что иногда, ну, просто действительно лень ее обрабатывать. И если кто-то уже что-то обработал за нас, многие люди готовы платить за эту обработанную информацию, выданную на гора, но ведь здесь есть шанс нарваться на манипулятора. Как нам обработают эту информацию, никто не может гарантировать. Ну, вот у нас завершается уже практически программа. Действительно, я согласен с вашими словами, что, надеемся, вот этот разговор будет кирпичиком в развитии критического мышления наших зрителей. Мы сегодня напомним, что у нас в гостях была социальная психология, кандидат психологических наук, доцент, автор более 150 научных работ и публицистических статей, Инна Городецкая. Говорили мы о всевозможных тренингах, курсах, в том числе по достижению успешного успеха, о том, почему люди готовы тратить на это деньги. Ну и, как мы сегодня говорили, включайте критическое мышление, и обязательно смотрите программу «Актуальный разговор». Я, Анатолий Никитин, расскажу вам, как развить это критическое мышление. Вы, главное, не переключайтесь и смотрите телеканал «Татарстан-24» каждый раз. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!